Привет! Это действительно важная и срочная новость. Пока Владимир Путин рассказывал российским предпринимателям, как им посадить репку, в Гааге решили посадить Владимира Путина. Да, есть ордер на арест Владимира Владимировича, мстительного маньяка, и выдал его Международный уголовный суд в Гааге. И что самое интересное, к этому ордеру присоединиться чуть-чуть попозже, на специальный трибунал по Украине. Пока мы слышим, что на болотах хором, перекрикивая друг друга, орут, что нам суд этот не указ, что мы не признаем его решение, но на самом-то деле произошло кардинальное изменение. Теперь что это значит? Это значит, что Путина не просто обложили красными флажками, он теперь чумной, чумной навсегда. И это значит, что с ним никто не планирует даже в будущем договариваться. Это первое. А второе, с сегодняшнего дня можно действительно ставить вопрос о том, что голова Путина стоит денег. В прямом смысле этого слова. Это сигнал всем российским бизнесменам, и не только, и вообще, кто там немножко пока еще с головой дружит и в системе российской власти, что сдай Путина на переработку, ну то есть в ГАГу, на переработку испорченных президентов и получи премию, почет и уважение. И те, кто читают эту новость об аресте Путина, прекрасно понимают, что если они не сдадут Путина в ГАГу, то следующий ордер будет выписан уже непосредственно против них. Если вы не подписаны на мой YouTube-канал, сделайте это прямо сейчас. А вообще, если говорить о ордере на арест, то он касается непосредственно хозяина Кремля и госпожи Марии Львовой Беловой. Это уполномоченная по правам ребенка в России. Где и как определить их вину, на самом-то деле, все есть в открытом доступе. Эти товарищи дали публичные показания. К показаниям мы еще вернемся. Они очень наглядны. Да, это чистосердечное признание. Но вот если говорить о политическом аспекте, то сейчас на болотах проходит перекличка. Кто готов с Путиным идти на плаху до конца? Как они сейчас поют? Я узкий, я иду до конца. И кто этот узкий, и кто с ним идет? Ну вот первый отметился Вячеслав Володин. Этот орган у них называется парламент. Но парламента там нет, а орган есть. Ну это из области, если бы бабушка была дедушкой. Нет, если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой. А в российских реалиях, если бы в России были выборы, тогда можно было бы говорить о парламенте. Так вот, товарищ Володин, он человек вообще очень интересный. Топит за скрепы, спит с мальчиками. Ну если мальчикам 18 лет, и они это делают добровольно, по собственному желанию, ничего страшного в этом нет. Но просто согласитесь, как-то странно. Сами-то они говорят о том, как надо жить, про семейные ценности любят рассуждать. А вот на практике, ну просто какая-то сплошная голубая луна. Еще раз, я ничего не имею против и говорю о просто о несоответствии, что одним они проповедуют одно, а сами живут. За чертой, да, за голубой чертой. Так вот, что написал Володин? Любые нападки на президента России расцениваем как агрессию против нашей страны. Вроде бы так сурово, написал Володин. Вроде бы должно быть всем страшно. Но на это бы обратили внимание в те времена, когда у них была вторая армия мира. Ну или миф о второй армии мира. А теперь нет ни мифа, ни армии. Потому что мы убиваем российских солдат днем и ночью, под Бахмутом и не только. И вот сам Володин, он же дает такое направление, как выйти из этой ситуации. Он пишет, он же по сути повторяется. Вот, цитирую его пост. Есть Путин, есть Россия. Раньше он говорил, нет Путина, нет России. Второй части уже нет. А это говорит о том, что они в принципе готовы сотрудничать. И о сотрудничестве говорят многие. Например, Следственный комитет России проведет проверку. Да, официальный документ в связи с незаконной выдачей Международным уголовным судом ордера на арест Путина и Львовой Беловой. Сам факт того, когда в России повторяют вот этот тезис о том, что выписан ордер на арест, он интересен и важен. Россияне прекрасно начинают понимать, что их глава государства, он уголовник. Так вот, о сотрудничестве. Вот этот термин сотрудничества, можно еще использовать другое слово, коллаборационизм, использует Маша без головы. Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. Поэтому с данным органом Россия, повторяю, не сотрудничает. А возможные там что-то такое, какие-то рецепты на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными. Это только на первый взгляд, потому что Римский статут признает решение Международного уголовного суда 123 государства. Ну, то есть, вот она схема нашей планеты. Тут все отмечено. Что можно сказать? Что российским нацистам не удастся скрыться в Южной Америке, потому что Южная Америка полностью признает решение этой судебной инстанции. Это же важная информация. То есть, Венесуэла, которая вроде как союзник Российской Федерации, для побега не годится. Бразилия тоже. В общем, украинскому Моссаду не стоит думать о том, что придется лететь в Южную Америку. Многие задаются вопросом, а как же это так? Вот сейчас приедет Синдзепин, и он будет общаться с человеком, которого объявили в розыск. На самом-то деле, встреча, конечно же, состоится. И на планы Синдзепина это никак не повлияет. Только он, когда будет заходить в Кремль, он будет открывать дверь ногой и говорит, Вова, ты теперь моя сучка. Сучка Кони. Была у Владимира Путина такая собака. Он ей пугал ангелу Мерхель. Та вела ту политику, которую она вела. Но факт остается фактом, что сама сука Кони умерла, и я даже знаю, где ее усыпили. А теперь на месте этой суки Кони, ну в смысле собаки Кони, непосредственно сам Владимир Путин. Если посмотреть внимательно, то этот римский статут ратифицировали 123 страны. Большинство. Да, как я сказал, Южная Америка, вся Европа. Например, Таджикистан, Афганистан, Бразилия, Южная Африка. Эти страны интересны тем, что они вроде как входят в БРИКС с Российской Федерацией. Там еще ЦАР, Центрально-Африканская Республика, Нигерия. Да, конечно, я прекрасно понимаю, что далеко не все страны будут готовы или иметь желание арестовать Путина. Ну, потому что они думают, есть государства, которые заслуживают этого больше. Например, Украина. Ну, а что, вы представляете эту картину? Везут его в клетки по Крещатику. Там колонка такая. Антон Красовский своим голосом, они, кстати, друзья с Володиным, да, рассказывают о том, как сжигать украинскую конституцию украинских детей на Крещатике. Детей и взрослых. А он в клетке. И его просто начинают крючить, и из него начинают выходить вот это вот. Да ладно, неважно, что из него начинают выходить, потому что все эти дьявольские штуки, они здесь не работают. Здесь работает ЗСУ. Так вот, в этом конкурсе, кто первый заявил о том, что пойдет с Путиным как узкий до конца, конечно же, это женщина с армянскими корнями. Многие ее называют боброедкой. Если кто-то не знает, почему она боброедкой, потому что она ела бобра. И вот она тут пугает всех чем? Ракетой. Что Маргарита Симонин написала? Хотела бы я посмотреть на страну, которая по решению Гаги арестует Путина минут через восемь, или сколько там составит подлетное время до ее столицы. Да вы что? Понимаете, пугать кого-то российскими ракетами, вот как какой-то там суперкарой, которые не сбиваются, ну, это смешно, еще раз. Во-первых, с такими темпами у вас скоро ни ракет не будет, только один Путин. Ну и российские чмобики, они же мобики с саперными лопатами. Так что начало положено. И еще раз проговорю вот эту вот простую мысль. Он теперь тифозный, просто тифозный, такой максимально отталкивающий. Общение с ним, оно изначально предполагает санкции и неприятности. И вот мы же с вами говорили о том, что это Львова, Белова и Путина объявлены в розыск, и выдан ордер из-за воровства украинских детей. Есть вопрос там, Владимир Владимирович, я хотела с вами это обсудить. У нас приехало 1090 детей-сирот из разных детских учреждений. И вот, да, и вот как вы считаете, у нас наши российские граждане, они, конечно, с большим сердцем, и, в общем, уже выстроились в очередь брать детей. Очень хорошо. И вот, если вы позволите, я бы продолжила эту работу. Мы сейчас сформировали реестр уже из тех, у кого есть документы. И кого-то, может быть, на временное размещение, кого-то с российским гражданством можно было бы уже устраивать. Да почему только с российским гражданством? Там просто есть законодательные проволочки, которые необходимо будет тогда устранить. Ну, вы расскажите, какие будем устранить. По данным офиса генерального прокурора, они украли 16 тысяч украинских детей на оккупированных территориях. И вернуть удалось только 308, так, на секундочку. Смотрите, значит, 16 февраля 2023 года состоялась встреча маньяка Владимира Путина соответственно с этой уполномоченной по правам ребенка Марьей Львовой Беловой. Как ни странно, но они, очевидно, знают, что их слова — это признание. И я, по сути, не нашел нигде полного видео. Наверное, оно уже в Гааге обрабатывается. Но стенограмма этой беседы находится на сайте Кремля, Кремлен.ру, 16 февраля 2023 года. Что говорит Путин? Цитирую. «Растет и количество обращений наших граждан по поводу усыновления детей из Донецкой, Луганской, тут написано «республик», с Херсонской и Запорожской областей». Значит, институт уполномоченного занимается этим вопросом уже давно, в течение уже практически 9 лет. Но где вы были 9 или 8 лет назад, вопрос риторический. Мы отстреливали российских оккупантов на украинской земле и будем это делать. То есть, еще раз, он тут прямо говорит «усыновление». На одной встрече, это мадам, чуть не сказал слово на букву «П». Нет, не пилотка. Нет, и не патриотка. Вторая буква «И». Если догадались, пишите в комментариях. Она же говорила на предыдущей встрече, что, блин, есть же нюансы с гражданством. Там же иностранные граждане, то есть дети иностранных государств. Было во множественном числе сказано, но прекрасно все понимают, что речь идет об Украине. Так что Путин лично понимает, что они делают и в каком нацистском сиропе они извалялись по полной. Эта дама, она же, прямо по стенограмме смотришь, мало того, что она хвалится, хвастается тем, что лично украла 15-летнего ребенка в Мариуполе. Лучше сказала бы «потвора», да. Надо называть вещи своими именами. А где родители этого мальчика? И тут вот, когда просто так вот даже смотришь, например, вот она пишет. Например, когда возникают у нас проблемы, что погибли родители, говорит Львова Белова. А где же они погибли? Что же такое случилось, что они взяли и погибли? Да нет, их убили российские солдаты. Вы помните, 22 февраля на Лужниках выступал маньяк, рассказывал, что идет бой, там всякая фигня. А до этого там выступали дети из Мариуполя, которых они украли и взяли в заложники. А родители где этих детей? Убили их, эти сволочи? Например, вот она же все четко наговаривает на эту статью. В августе запустили интеграционные смены для детей из новых регионов, для подростков. Они родились от самих детей. Я приехала в Мариуполь, и мне ребята говорят, слушайте, нам хочется посмотреть, что теперь с приходом России у нас появилось. Так она это интерпретирует публично. Но факт же то есть, она говорит, дети, подростки. А далее она рассказывает о лагерях для детей и подростков, которые они организовали в Чечне под патронатом Дон-Дон-Кадырова, где им рассказывали о том, что они не украинцы, о том, что они теперь русские. Ну то есть, весь комплект нацизма. Не верите? Да вот это Львова Белова совсем недавно что говорила. Дословно. Уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова Белова заявила, когда мы 30 детей из Мариуполя привезли в Подмосковье, они негативно отзывались о Путине, говорили гадости, пели гимн Украины. Мы это исправим. Ну вот оно, собственно, все. Смотришь на нее, вроде такая неуродливая мадам. А по сути, нацистка. Нацистка в юбке. Идеальная нацистка. И да, я не знаю, посадят ли Путина, или он сдохнет глубоко в бункере, окруженной своими пажами. Но вот за Марией Львовой Беловой обязательно придет украинский МОСАД. Кстати, в вашей версии, сколько стоит голова Путина? Если у кого-то есть возможность ее заполучить, причем подходит голова как живого, так и мертвого Путина, то, уверен, у вас есть шанс стать миллионером. Удачной охоты. Она уже началась. Подписывайтесь на мой YouTube-канал Украина. Была, е, и буде. А детей будем возвращать. А оккупантов убивать. Козу стычи.